Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит, с тем, какая у вас проблема. Проблема у вас, как я понял, такая вот самая главная проблема. Это проблема АПАЧИ, да, то есть вы чувствуете, что от всего устали, как вы говорите, от работы, от родителей, это гриппеталя. Давайте подумаем, в каких случаях возникает АПАТИЯ вообще. Когда она возникает? АПАТИЯ возникает, как правило, когда человек теряет свой личностный смысл, когда на него действует очень много разных различных мотивов, когда на него влияет, влияет очень много всевозможных факторов, которые человек не в силах реализовать. То есть, что это значит, вот если подумать хорошо, что это значит? Это значит, что на вас влияет огромное количество всевозможных обстоятельств. всевозможных мотивов, всевозможных ожиданий по отношению к вам со стороны других людей. То есть, вы как бы хотите, вы как бы хотите, чтобы ожидания по отношению к вам, других людей, были удовлетворениями. то есть, вы по сути своей привыкли действовать только исходя из желаний и целей других людей. Вы как бы не привыкли руководствоваться своими потребностями. Вы не привыкли делать то, что интересно, то, что нравится вам. Понимаете? Вы не привыкли. Вы не привыкли прислушиваться к себе, возможно. И, поскольку вы не привыкли прислушиваться к себе, возможно, то именно поэтому, именно исходя из этого, вы не можете получать удовольствие от жизни, потому что вы вынуждены прислушиваться постоянно к другим людям, к тому, чего хотят другие люди. Вы вынуждены иметь в виду то, что хотят они. Но вы не обращаете внимание на то, чего хотите именно вы. Вы не привыкли прислушиваться к этим моментам. И именно по этой причине, именно поэтому у вас и имеют место быть такие проблемы. Необходимо доверять своим желаниям. Необходимо доверять своим потребностям. Необходимо доверять тому, чего хотите вы. И ставить себе, по возможности, четкие цели. По возможности, четкие, скажем так, четкие задачи, которые могли бы помочь вам добиться того, чего вы хотите. Понимаете? То есть, если вы сейчас живете в своих воздушных замках, как вы говорите. Если вы сейчас находитесь в иллюзиях своих, то только потому, что в других ситуациях, в других местах, в других сферах у вас ничего не получается. Поэтому вытесняют. Вот постоянно есть слово «надо». Постоянно есть слово «нужно». Постоянно есть обязанности. Постоянно есть какое-то вот чувство «долго» может быть у вас. И так далее. И естественно, естественно, что чувство «долго», которое у вас есть, естественно, оно мешает вам получать удовольствие от жизни. Почему вы не доверяете своим делам, например? Ну, потому что не уверены в себе, допустим. А почему вы не уверены в себе? Потому что вас воспитывали в такой позиции, в такой среде, в такой ситуации, в таких аспектах, в таких условиях, когда вы совершенно не верите в то, что можете вообще чего-то сами добиться. И заметьте, заметьте, кому выгодно данное позиция. Заметьте, кому интересно данное позиция. А данное позиция интересно. Конечно же, только, только вашим родителям. Ну, давайте так. Давайте так. Вот, смотрите. Вы говорите, я устал от работы. А? От работы. Если вы устали от работы, значит все. Вы не на любимой работе. Почему вы на нее пошли? Тогда? Ну, на эту работу. Почему вы на нее тогда пошли? Ведь она для вас нелюбимая. Если работа для вас нелюбимая, то зачем вы пошли на нее? Зачем вы тратите свое время на занятие той деятельностью, которая вам, ну, вроде как вот неприятно, вроде как некомфортно вам, вроде как не нравится, и вообще там не соответствует вашим идеалам, да, вашим ценам, вашим взглядам? Вот зачем? Что вам и двигало, когда вы устраивались на эту работу? Вот. Вы понимаете, какой момент? Понимаете, да, какой момент? Понимаете? Надеюсь, надеюсь. И это очень важно. И так во всем. Так во всем. То есть, если вы будете относиться к себе, к своим желаниям, к своим потребностям адекватно, это вы, прежде чем делать что-то, будете анализировать. Хочу, хочу ли я это? Хочу ли я этого? Разно ли я это делать? Тем не будет вот этого вот постоянного у вас. Долженствования. То есть, тогда все будет нормально. Зачем быть креативным, например? Вот банально. Банально. Зачем быть креативным? Если у вас и так есть, ну, там, например, там, все, что нужно. Зачем вам быть креативным, если за вас и так все решают? Например. Зачем разбираться в том же стиле, если, опять же, за вас все решают? Итак. Зачем, там, быть креативным, если вам не позволяют реализовывать свои идеи? Зачем? Все, что не нужно, все, что не нужно, например, там, вот, человеку. Все это убирается. Все это убирается, потому что этим не пользуются. То есть, если чем-то не пользуются, если что-то не используется человеком, то это убирается. И, на самом деле, позиция-то, она, вот, такого типа, она более чем адекватна. Она более чем адекватна и более чем правильна. Это естественный отбор. Дальше. От родителей вы устали в 27 лет. Простите, я, конечно, не знаю, но какую роль играют ваши жизни родители, чтобы от них устали? Какую роль играют в вашей жизни родители, что вы чувствуете, как устали от них? Простите, а почему родители играют, какую важную роль в вашей жизни? Вы что, там, например, живете с ними до сих пор? И так далее. Вообще, насколько вы отделены от своих родителей? Насколько вы самостоятельны? Знаете, да? Вот именно с самостоятельности, именно с самостоятельности, и иную не начинать диалог. Потому что до тех пор, пока вы не являетесь хозяйкой своей жизни, ну, нельзя говорить о том, что у вас что-то получится. И так же, не стоит ждать, что другие люди будут давать вам возможность, будут позволять вам, значит, быть самостоятельными. Для людей, для них, это, ну, вообще-то говоря, не выгодно. Вот для них это не выгодно. Поэтому тут нужно только брать, вот, и самостоятельно отдалять. А для этого нужные ценности. Базил собственные ценности. Личностный рост. У меня делать выбор. Свой выбор. Собственный выбор. Так, чтобы этот выбор не зависел от других людей. Там это другие люди, это другие люди, а вы это вы. Ну, вот. Ну, опять же, здесь нужно понимать, что ваша стабильность, которую вы получаете взамен того, что не живете своей жизнью, она будет соблазнять. Вот. И не будет давать возможности вам легко выйти из этого состояния, в котором вы оказались. Вот. То есть, нужно работать. Если вам надоело жить, то в первую очередь нужно определить чего вы хотите. А ведь лежит там, в этих самых замках. Только если замки это отдаленная цель, то как раз таки из этих замков можно подформировать, сформулировать задачи, которые могли бы стать для вас вполне реальными. Но для этого нужны ваши усилия, для этого нужны ваши старания. Без этого ничего не получится. К сожалению. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр. Удачи. Хорошо. Спасибо за просмотр. Удачи. Продолжение следует...